Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Вторник, 19 января, как здорово, что вы уже проснулись вместе с нами Ну а если еще не до конца, то давайте сделаем какие-то первые потягушечки И улыбнемся новому дню Потому что сегодняшний день обещает быть по-настоящему ярким, насыщенным и интересным Тем более, что вы уже включили шоу Овсянка Ваше любимое, бодрящее, заряжающее и вдохновляющее Друзья, сегодня в нашем выпуске будет очень много интересного В рубрике «Первая страница» познакомимся с книгами о Северном полюсе Далее переместимся на кухню И там приготовим очередной кулинарный шедевр Под руководством нашего шеф-повара Ксении Мироновой И, конечно же, послушаем отличную музыку Это будет рок от группы «Точка раскола» Телеканал «Пьерво Ярославский» Шоу Овсянка начинается прямо сейчас Поехали! Ну и по традиции в начале нашего выпуска принимайте порцию эндорфинов Давайте потренируемся все вместе Друзья, расчистите пространство возле телевизора Наденьте что-нибудь спортивное Ну или нет В общем, занимайтесь так, как вам удобно Потому что тренировка начнется прямо сейчас Вместе с нашим фитнес-экспертом Всем доброе утро! Меня зовут Каменская Анастасия И сегодня я вам покажу небольшой комплекс для улучшения гибкости Поставьте стопы на ширину ваших плеч Сделайте глубокий вдох И выдох Подтянитесь за руками наверх И расслабьтесь Попробуйте в верхней точке подтянуть живот И не задерживайте дыхание И в следующий раз добавим наклон корпуса в сторону Поменяйте направление вдох Также и выдох Попробуйте за рукой тянуться дальше от себя Снова вдох и выдох С каждым повтором добавляйте амплитуду Доделаем еще один повтор Подтянитесь за руками наверх Собирайте руки в замок, ладони наверх Снова растянитесь и аккуратно опускайте ладони на бедра Начинайте прогибаться вниз и округляться наверх Вдох также и выдох Раскрывайте грудную клетку Тянитесь лопатками больше к центру Вдох Выдох И в следующий раз то же самое сделаем внизу Округлились и прогнулись В следующий раз добавляйте работу плечами Плечом тянемся к противоположному бедру Доделаем всего два повтора И через круглую спину вырастаете наверх В следующий раз отправляйте правую ногу вперед Отправляйте руки за спиной Добавляйте наклон корпуса вниз И наверх Постарайтесь правую ногу оставлять всегда прямой Руки остаются за спиной И наверх Пальцы ног направляйте больше наверх Прочувствуйте растяжение задней поверхности бедра Осталось два повтора И в следующий раз попробуйте поменять направление Вдох И выдох Также постарайтесь сохранять спину прямой Доделаем еще два повтора И возвращайтесь в исходное положение Теперь ноги шире ваших плеч Разворачивайте пятки к центру Сделайте вдох И на выдохе опускайтесь вниз Раскрывайте колени в стороны Таз толкайте вперед Также вдох И выдох Прочувствуйте растяжение внутренней поверхности бедра Если получится, опуститесь еще чуть ниже Осталось еще два раза И в следующий раз попробуйте задержаться внизу Опускайте ладони на пол Разверните стопы параллельно друг к другу И добавляйте перекаты На носки и на пятки Если вы не достаете ладонями до пола Упирайтесь пальцами рук В следующий раз аккуратно останавливайтесь по центру Поставьте ноги еще чуть шире Руки перед собой И добавляйте перекаты То в левую, то в правую сторону Можно вырастать чуть наверх Можно оставаться внизу Также продолжаем растягивать внутреннюю поверхность бедра Осталось еще два повтора И снова потянитесь вперед Собирайте также стопы на ширину ваших плеч И позвонок за позвонком вырастаете наверх Сделайте круг плечами назад Поставьте руки на пояс И добавляйте круговые движения в голеностопе Сначала работает только правая нога И поменяйте направление вовнутрь Аккуратно поменяйте ногу То же самое сделаем с другой стороны Также поменяем направление Останавливайтесь по центру Сделайте глубокий вдох И выдох Надеюсь, вы отлично позанимались Всем желаю хорошего дня С вами была Каменская Анастасия До новых встреч Ну все, друзья, выдыхаем Тренировка завершена Ну и теперь пора нам расслабиться Присесть в любимое кресло Взять в руки книгу Ну а если вы еще не знаете, что конкретно хочется почитать То наша следующая рубрика Вам очень хорошие и полезные рекомендации предложит Сегодня мы поговорим о книгах Которые очень актуальны для нас с вами, ярославцев Потому что мы уже коснулись этого мороза настоящего Мы уже знаем, что такое Северный полюс Ну хотя бы можем себе это представить Ну вы же помните, как было на прошлой неделе Вы знаете, что такое крещенские морозы Так вот, друзья, о Северном полюсе Рассказывает наша следующая рубрика Знаете, как выглядят в полярнике? Ну примерно, как наш книжный проводник Иван Сычев В свитере, с бородой и, конечно, романтики Иван хоть и связал свою профессиональную деятельность с книгами Но мечту о покорении Севера не оставил Поэтому сегодня нам будет рассказывать О бескрайних снегах и северном сиянии Доброе утро! Вы смотрите рубрику Первая страница Меня зовут Наталья Антонова Мы в Некрасской библиотеке Ваня, доброе утро! Наташа, привет! Рассказывай о своих мечтах о покорении Северов Поехали! Вообще, Арктика всегда была таким местом притяжения Куда хотелось поехать Ну или не хотелось поехать совсем Но очень интересна и история ее освоения Карские операции 1920-1930 годы, ну то есть как советские люди Покоряли вот эту самую Арктику Вот эти бескрайние, как ты говоришь, снега Вот эти ледоколы огромные Которые кололи лед И благодаря чему люди могли попадать в новые земли А книга крайне интересная Ну, во-первых, это реальные документы людей Которые были вот в этих экспедициях То есть это их журналы, которые они вели В которые они все записывали Что происходило, как происходило И плюс здесь даны отличные комментарии То есть того, что давала эта экспедиция нам Как в эту экспедицию собирались Вот здесь, например, да, фотографии того Как все это готовилось Кроме того, здесь очень интересно Есть различные технические элементы операции То есть какие были ледоколы Как они выглядели, как они работали Сколько провизий люди с собой брали Сколько там они должны были съедать в день Для того, чтобы бушить То есть все рассчитывалось, да? Да, да, да И здесь это все описано, это очень интересно То есть вот если кто-нибудь увлекается путешествиями Вот такими экстремальными, да? Или собирается поехать как раз в Арктику Да Ему самое то подготовится Здесь практически учебное пособие Да, очень классная книга То есть прям я советую всем почитать И проникнуться вот этим духом первооткрывателей Вот этих духом советских людей Которые верили, что нужно туда приплыть Все открыть и все будет здорово и замечательно Расскажи мне, как человеку, который супер просто боится холода Как согревались там, там про это что-то сказано вообще? Различные специальные одежды Плюс очень жирная пища То есть, да? Жирная пища дает тебе тепло Сало, да? Да С хлебушком черным Насчет хлеба не знаю Ну ладно, не так Бахартика на самом деле Двигаемся дальше Александр Семенов и его волшебный мир холодных морей Это животные, это организмы, которые живут вот в этом вечном холоде В вечной мерзоте То есть, да? Берут образцы Оттаивают их Ой, красиво И изучают Безумно красивые картинки Да, я плестаю Да, я знал, что тебе понравится То есть, они на самом деле, да? Ты понимаешь, что они очень маленькие Это просто все Макросъемка? Да, под микроскопом Очень интересно почитать о том, что это такое Как это доставалось И, собственно, как оно живет Что оно делает Да, и сами по себе картинки Вот прям можно просто эстетически наслаждаться Вообще, вот я бы подумал, что Вот предыдущую картинку Что, да, вот это какой-то цветок А на самом деле, да, вот Собственно, желтого тоже Ну, чудище такое Приятное, кстати Вполне себе Можно и костюмчик на Хэллоуин подобрать Можно и для макияжа вдохновиться В общем, мне На самом деле, книга проиллюстрирована Очень красиво Краски, съемка Потрясающе Ну, мягкие кораллы Мягкие кораллы Класс Знала ли ты, что такое существо? Нет, вот, кстати, на самом деле Действительно не знаешь И это прям новые-новые открытия Да, на самом деле Это запрелись такая противная Это животное У него красивое название Липидонтус Липидонтус Ну, и сразу смотришь и понимаешь Что это Липидонтус Вот он, вот он, Липидонтус Запомни, мне прям понравилось В следующий раз, когда Не знаешь, как к человеку обратиться Вот уже все хорошие слова закончились А нехорошие не хочется применять Да, Липидонтус? Господин Липидонтус Да, господин Липидонтус Прекрасно Последняя книга Это Курс Полюс Это художественная литература Это современные российские писатели Фантасты Описали свои маленькие эссе Свои рассказы На тему того Как же покорялась Арктика То есть, да, вот Какие там происходили сюжеты Это фантастика Основанная вот на реальных фактах О своей наркотике Написано очень интересным языком Это очень коротенькие рассказы В общем, все Все, как я люблю Меня невероятно заинтересовал, да Рассказ Сергея Носова Который называется Кальсоны капитана Белинсгаузена Так, что же тебе там Особенно приглянулось? Во-первых, название У нас в последнее время Кальсоны другого человека Больше всего не обсуждают Нет, на самом деле Название Очень крутое И сама идея Очень крутая То есть, я Дам спойлер К этому рассказу Кальсонами Белинсгаузена Называют созвездие Которое Находится Как раз таки На Северном полюсе Его видно И по нему можно ориентироваться И вот как этому созвездию Было дано название Вот, собственно, здесь Все рассказывается О том, как Белинсгаузен действительно В какой-то момент Потерял свои кальсоны И они замерзли где-то В альдах История Ужасная Она довольно смешная То есть, она прям Юмористическая Вот там, как люди Все это обсуждают А очень легкая книга Вот прям можно почитать И проникнуться Атмосферой Севера Ваше спасибо за подборку За атмосферу В общем, дорогие зрители Если вам холодов Ярославских не хватает И вы хотите отправиться Подальше В царство льдов То вот для вас, пожалуйста Подборка Ну и если хотите Не знаете, как согреться Здесь у нас, на родине Тоже можете Что-то выбрать И почитать Доброго вам утра Всего хорошего И снова доброе утро Друзья Это по-прежнему Шоу Овсянка Телеканал Первый Ярославский Мы продолжаем Удивлять вас Заряжать отличным настроением Ну и прямо сейчас Порадуем Новым гастрономическим Шедевром Как видите Переместились мы уже На кухню Я в гостях У шеф-повара Ксения И Ксения Доброе утро Здравствуйте, Дмитрий Что мы будем готовить сегодня? Сегодня мы приготовим Салат со скумбрией Что мы будем делать В первую очередь, Ксения? В первую очередь Мы откроем Баночку скумбрии Так, это я возьму на себя Какие ингредиенты У нас пойдут в салат? Для нашего салата Мы возьмем Отварной картофель Отварной морковь Микс салата Красный лук Кремета Томаты черри И яйца перепелиные Да, у меня один единственный вопрос Что такое кремета? Это сливочный сыр Ага Да, все На всякий случай Чтобы мы все понимали И говорили на одном языке Я уже между тем Открыл баночку Мы отделяем рыбу от косточек И для этого мы Вот на этой тарелочке Да, можем Вот здесь Вот здесь будем это делать Да, все, чудненько Вот какие Вот эти правила У шеф-повара Я хочу сказать Да, я Если честно Я особо Никогда этим Даже не задумывался Каменью это делаю Не заморачивался Да, руками Руками это делают Точно, все Вот такая у нас получилась Основа для салата Ну а теперь пора добавить Зелень и овощи Нет Дмитрий Нет, сначала мы порубим Зелень А вы пока добавите Черный перчик И кремету Отлично С этим я Справлюсь Без труда Так, вот это у нас Черный перчик Вы любите поострее? Так, умеренно Умеренно Вот, наверное, вот что-то Вот такое, да? Так, добавляем? Так, да Да, 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 да Добавляем Ну и, соответственно, Теперь я могу это перемешивать Перемешиваем, да И добавляем зелень Так, отлично Ну вот он уже получается Очень интересный Этот наш салатик И он еще пока не готов Нам еще нужно Будет подготовить сейчас Картошечку Морковочку И микс салатов, да, получается? Да мы практически Все приготовили, Дмитрий Нам останется только Обжарить На подсолнечном масле Картофель и морковь И, в принципе, все Очень хорошо Давайте приступать Обратите внимание Мы используем Маленькую морковку Вот такую Потому что Она выглядит Красивее Дальше добавим Немножко растительного масла В микс салат Порежем красный лук Все это перемешаем Добавим наш соус На тарелочку Выложим микс А дальше расскажу То есть вот этот микс салатов Он у нас, по сути, Будет украшением, да? Ну, можно сказать Даже основой салата Ну и обжариваем Мы все это дело Так, небольшого изменения цвета То есть никакая корочка Нам не нужна серьезная, да? Нет, конечно У нас же уже отварные овощи Они готовы Миксик можно порвать руками Вот этот вот Так Достаточно ли я красиво рву Этот салат? Да, очень красиво, Дима Возьмите меня Работать на кухню У вас есть образование профильное? Человеком рвущим салат В части разрывания Листочков салата Это можно не рвать Все, все эти перекладываем Все, отлично Отлично Все, супер Значит, сейчас мы порежем тоненько Красный лук Так Ну, наверное, нам понадобится Не слишком много, да? Вот, может, какой-то Нет, но главное, очень тоненько Главное, очень тоненько Пару колечков Еще тоненько Все мы складываем, да? Да Отлично Так, мы добавим немножечко подсолнечного масла И перемешиваем У меня есть даже ложка Пожалуйста Спасибо Так, перемешиваем А тем временем Я вижу, что у нас овощи уже обжарились, да? Салат такой весьма сытный у нас получается Ну, достаточно, да Сытный и очень полезный Так, для соуса мы взяли Майонез, черный перец Аджику сухую Соевый соус Мед и чеснок Отлично Ингредиент, который есть на каждой кухне К нам осталось порезать черри и перепелиные яйца Замечательно С этой задачей я тоже справлюсь Добавляем наш соус Так, мы добавляем микс салат на наш соус Яркий достаточно салат получается, правда? Да, это точно Давайте Мы укладываем теперь Это еще мы еще не все ингредиенты положили Потому что там уже морковка еще яркая Нас ждет помидорки яркие Все очень красиво Ну и, конечно же, рыбка Теперь мы выкладываем картофель Вы этой помогаете, да? Да, да, да Все, будем это вместе делать Все, и вот тут уже художник рисует так, как видит Да, можно выкладывать на свой вкус Вот она, красивая подача блюда Наш финальный и, пожалуй, самый главный ингредиент Вот он Уже практически готов Делали, Дмитрий, когда-нибудь к нельке? Никогда в жизни Что это такое? А, ну я понял Это вот Что-то вот на это похоже Что-то похожее на котлетки, да? Ну, можно и так сказать Маленькие Так, две ложечки нам понадобятся Вот, наверное, примерно столько Это сложнее, чем кажется На первый взгляд Это вот уже похоже на Да, да, да На то, что нам нужно Ну вот так, да Все, вот видите У меня получилось с первого раза Вот сюда мы можем это положить Все, ну и тут, соответственно, друзья В зависимости от того, сколько вы хотите рыбы поместить в этот салат Столько вот таких замечательных кнелей вы можете и подготовить Такое блюдо, да, у нас все готово Или мы еще что-нибудь добавим? Сверху мы добавим немножечко кунжута Добавляем кунжут в наш салат Чтобы он стал еще более красивым Да и вообще кунжут тоже полезная штука Вот и все, друзья мои Наш салат готов Можно есть его на завтрак, обед, ужин, полдник В общем, когда хотите Любой перекус, любой прием пищи И такой салат всегда будет украшением стола самым настоящим Ксения, огромное спасибо Вот такой легкий салат у нас получился Всем приятного аппетита Скорее, скорее звоните друзьям, подружкам Рассказывайте им тот самый рецепт, который вы только что увидели Ну и параллельно смотрите гороскоп на Первом Ярославском Овны, вы больше мечтаете и фантазируете, чем занимаетесь реальными делами Но это не беда Вскоре наступит благоприятное время для воплощения замысла в жизнь Пока же можно отдыхать, наслаждаться приятным общением Заниматься любимыми делами и строить далеко идущие планы Тельцы, сегодня интуиция, жизненный опыт помогут вам отлично поладить с окружающими Вы догадываетесь о том, что другие стараются сохранить в тайне Друзья могут обратиться к вам за советами, касающимися дружеских или романтических отношений Близнецы, что бы ни происходило, помните, сегодня нельзя плыть по течению и идти на поводу у других Постарайтесь взять ситуацию под контроль, только при серьезном отношении к любому начатому делу Можно рассчитывать на успех Раки, подходящий день для работы, если вы сосредоточитесь на ней, то добьетесь больших успехов Неважно, руководитель вы или рядовой сотрудник, сегодня вам непременно представится возможность проявить себя с лучшей стороны Львы, сегодня возможные денежные поступления, не исключено, что вы получите больше, чем ожидали Благоприятен день из точки зрения личных отношений Вы с полуслова понимаете близких, делаете все возможное, что бы их желания исполнились Девы, день хоть и не самый простой, но сложится вполне удачно Вы ощутите душевный подъем, поймете, что делаете и зачем Все это даст шанс добиться успеха во многих делах Можно браться за что-то совершенно новое, вы быстро во всем разберетесь Весы, обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими Вы откровенны в высказываниях и настроены критически Поэтому порой обижаете людей, сами того не желая Смягчитесь и проявите дружелюбие, день сразу заиграет с совершенно новыми красками Скорпионы, возможно, интересные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми будет вам приятно Старайтесь учиться на чужих ошибках, перенимать полезный опыт И это поможет избежать многих проблем в будущем Стрельцы, сегодня вам лучше проявлять осторожность во всем, особенно важна она там, где дело касается финансов Это не лучшее время для спонтанных покупок, есть шанс потратить значительную сумму на пустяки Козероги, спокойный, благоприятный день, он не обещает золотых гор, но и серьезных проблем не приносит Можно завершить ранее начатые дела, разобраться с планами на будущее, обсудить совместные действия с возможными союзниками Водолеи, постарайтесь сегодня навести порядок и дома, и в своих мыслях В то же время вам представится возможность проявить свои лучшие качества и изменить отношения окружающих к себе Однако, это может потребовать большой мобилизации сил и воли Рыба и день характеризуются ростом энтузиазма и творческих возможностей, а необычайный прилив энергии поможет свернуть любые горы Только постарайтесь вовремя остановиться, так как перенапряжение сил может повлечь за собой нежелательные последствия, касающиеся вашего здоровья И снова здравствуйте, это телеканал Первый Ярославский, шоу Овсянка, меня зовут Дмитрий Московский Мы продолжаем радовать вас отличными сюжетами и, конечно же, фантастически крутой музыкой Прямо сейчас я передаю слово Софье Кременецкой, которая продолжит знакомить вас с творчеством группы Точка Раскола Всем привет, доброе утро, всем, кто смотрит наше сегодняшнее утреннее шоу, наш выпуск музыкальной рубрики Меня зовут Словсия Кременецкая, рядом со мной группа Точка Раскола И мы зажигаем сегодняшнее утро вместе с вами, ребята, с вами, с вами, привет! Здорово! Здорово! Не похлопаем? Жень, вопрос такой, Точка Раскола, уже 10 лет, я так понимаю, это название существует? Да Как оно вообще появилось? Ну, выдумывали, то есть, ну, долго-долго выдумывали, 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 а потом оно как-то спонтанно упало Сначала оно даже было английское, скульпой или чуть-чуть такое Как-то вот, знаете, иногда бывает, вот, как корабль назовешь, так он и поплывет, как-то отразилось ваше название на вашей группе? Вот очень много же участников все-таки через нее прошло, ушло, пришло У меня были такие ассоциации, но я в итоге не суеверный, поэтому я просто забил Ну и правильно, действительно! Еще такой вопрос, вот у вас довольно сильный вокал, где вы им занимались? Расскажите секрет, вы всегда поете? Давно поете? На самом деле, я пою лет 20, вот, из них, ну, почти 15 я пел как попало Начиналось все с караоке? Нет, у меня была первая группа, ну, я не буду называть ее название, вот Нет, не секрет, но ни к чему просто Да, вот В чем соль? Мы просто пели дома, выступали у нас даже подпольные концерты тогда еще были, это 99-й год или что-то такое Ну вот, там мы с другом начали петь, там и все такое Ну и, собственно, я вот эти все 15 лет пел как попало Вот, а где-то года 4 назад начал заниматься, вот Ну и, собственно, вот, где-то года 4 я занимаюсь А инструменты какие-нибудь у вас есть в арсенале? Владеете чем-нибудь, там, баян, губная гармошка, треугольник, играть на нервах? Гитара А что же вы в группе на гитаре не играете? Лишнее? Я раньше был гитаристом, потом подумал, что, ну, нафиг я лучше становлю вокалистом Так, Евгений, вы были гитаристом, вот этим гитаристом, не бас-гитаристом, гитаристом Не точки, еще раз А, у меня просто интересные у вас махинации происходят Вы были басистом, стали гитаристом, вы были гитаристом, стали вокалистом Барабанщиком не выйдут? Я был барабанщиком Еще народные инструменты Народные инструменты Хорошее прошлое Расскажите мне, ребята, какая песня у нас сегодня? Не судьба Не судьба? Вот, видите, а у нас судьба Судьба услышать вам эту песню Давайте, ребята, за жоп Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я близко, но недоступна Я легко, но необъятна И так мечте безумно манить Наш ангел разум Беспосчетно давит мне судьба И не судьба Моя мечта Моя мечта Пара рычит Пара смеется И лишь мечтать презренно остается Но обстоятельства меняются порою Чего же стоит достать рукой Ведь так кричит, безумно пает На шаг и разум беспощадно давит И так близка, но недоступна И так легка, но необъятна И не судьба И не судьба Моя мечта 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 Тоня, хочу начать с вас У вас вообще много групп за спиной? Много где играли? На самом деле, это вообще первая серьезная группа До этого Просто была группа Когда мы один раз собрались И больше И разобрались И каково, каково это? А это офигенно просто Ну, я не ожидала, что меня вообще позовут в такую классную группу У меня когда Написал Мой друг и учитель О том, что меня хотят пригласить в эту группу Я просто была в шоке Я была тогда на информатике И информатика закончилась На уроках, значит? На уроках в телефоне Ну, так разве можно? Нет, на информатике-то нормально Ну, да, все-таки Технологии все-таки Там тоже компьютер небольшой А позвали в группу А вы уже были с ней знакомы С ее творчеством? Да, я тут репетировала У нас был такой фестиваль Рок-н-моб Когда там много музыкантов Как концерт Вот И мы репетировали тут Вместе с моим же учителем Я увидела кучу плакатов И я такая Вау Кроме Вот мы обсуждали Что воспитание музыки Которая была заложена Внутри все-таки Которая построила весь этот путь Это была группа Queen Что-то было Вот, может быть, русскоязычное Что-то интересное Что вы сейчас слушаете В наушниках Кроме метронома? Ну, русскоязычное На самом деле очень мало Я как-то один раз посмотрела такая Я, кстати, вокалом занималась Мне сказали Спой что-нибудь на русском Потому что я всегда на английском пела Я такая смотрю Листая, листая, листая Дальше листаю И ничего нету Но на данный момент я нашла вокалистку Да, у нее очень классный вокал Это полна любви У нее ник такой Не знаю, как ее зовут Но она очень классно поет Наверное, слышали Вот, и еще из русских Альспик О-о-о Да, вот Мне очень нравится вокалистка Да Так, то есть вокалистка Ну, смотрите Я вот, если у вас там снова Какие-то шахматные партии Вещнутся в грубе Я нашла вам Кого можно еще пересадить С одного инструмента на другой Разрешаете все-таки, да? Конечно Конечно Вокал становится общей Немного разнообразия Согласен Ну, а чем же воспитывали свое музыкальное видение вы? Какое ваше прошлое? Может быть, какое-то есть, вы знаете, то, за что стыдно было? Есть такое, что было стыдно вот сейчас осознавать? Блин, я это слышал Я под это поместил Я это играл в Грайнкор А почему стыдно? Ну, это лучше не говорить Там музыка такая Ну, по сути, в ней нет Ну, мы-то уже сказали Там нет текста Там просто оры И музыка просто рассчитана, чтобы прийти на концерт 30 секунд порубиться Потрясти башкой, порубиться и все Ну, а вас на чем воспитывали? Так, я, в принципе, на руки все вести рос То есть, то, за что было бы стыдно, что я там что-то слушал, да, в принципе Нет такой музыки Ну, у меня, на самом деле, есть за что стыдно Так Потому что я воспитывался тоже на руки У меня батя слушал постоянно Pink Floyd, Deep Up У меня это бесило, пока я не стал это включать сам Вот, и мне одно время очень понравилась группа Aria Там конкретная композиция Я был очень маленький тогда Мне было, наверное, лет 9-10 А что за композиция? Бивни черных скал Вот, я эту песню слушал каждый день И мама меня очень любит Поэтому она видела, что я к этой пленке отношусь С особым таким трепетом И поэтому она один раз решила ее протереть от пыли Там спичкой, с ваткой На которой нанесла деколон А я не знал ни названия группы, ни песни И я стал искать, что это за песня такая Что это за группа Я переслушал весь винил дома Все бобины Я слушал все Там весь русский рок на тот момент Черный кофе Там Черный обелиск Мастер, господи Там какие только песни И группы я не послушал Но, естественно, я не нашел Шезам, это не хватало, да, в тот момент Да, очень не хватало интернета Вот, но меня рок зацепил Вот, и я уже забыл, что искал, слушал И в 90-е годы, когда у нас стала популярна Вот эта субкультура различная Да, в какой-то момент Я даже не могу объяснить, почему Наверное, просто из-за движения внешнего вида Я и компания, мои друзья решили стать рэперами И знаете, что вы сделали? Мы первым делом, чтобы стать рэпером Мы купили значки Значки, конечно Серьезная подготовка Кепки, майки, шорты Рэп слушали Причем слушали не потому, что он нравится А что мы с мафоном идем Вот он играет, смотрите, мы рэперы Ну, такие подростки, да, забавные были А на тот момент мы для себя как открывали новые группы То есть мы приезжали в музыкальный магазин А он на тот момент был один Это напротив Тюза Был такой магазин слон Прям культовый Вот, подвальчики такой Мы приезжали такие Смотри, крутая обложка Отдайте эту кассету там Я смотрю, и там была группа такая Фёрфэктори Я такой, раз Ага Фёрфэктори А была тогда техногруппа Фанфэктори Я такой, ну, наверное, тоже что-то такое Раз Совершенно не обратил внимания, что там на обложке скелет такой страшный Я пришел домой Воткнул Врубил на полную такой Прилип колонкам И заиграли первые вот эти вот тяжелые рифы Такие вообще запилы мощные гитарные Вот И я просто прилип к смофону Не отлип, пока не переслушал весь альбом Первое знакомство с тяжелым Вот Я все значки свои, все майки Куда-то Повыкидывал Да, в топку Вот Ну, дал послушать друзьям Все друзья стали металлистами Ого Танками, да Вот И вот с того момента я как-то осознанно уже стал относиться Вот Металлика там Ну, все Дальнейшее рассказывать очень долго Ну, что ж Узнали мы сегодня и темное прошлое И постыдную музыку Которая была у вас в жизни И мне кажется, эта искренность Это то, за что наши зрители любят нашу музыкальную рубрику А мы встретимся с вами уже завтра И еще будем пытать музыканта Обязательно узнаем у них все подробности Их музыкальной жизни И музыкальное прошлое И я вот уже прям присматриваюсь Я знаю, что будет очень интересно Поэтому оставайтесь на Первом Ярославском Меня зовут Софья Кременецкая С нами группа Точка Раскола А мы прощаемся Прощаемся На этом шоу Овсянка подошло к концу Спасибо, что проснулись вместе с нами Спасибо, что посмотрели все наши сюжеты А если нет, смотрите повтор Кстати, не забывайте, пожалуйста, о нем Ну и, конечно же, включайте свои телевизоры вовремя Уже завтра До встречи и отличного вам дня Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...